Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, что вчера написали, что в Москву вернулась Алла Пугачёва без Галкина, без детей. Ну, я предположил, что она будет решать свои вопросы, вопросы, связанные в том числе, возможно, и Галкиным. И, вы знаете, дело всё в том, что сегодня журналист Феликс Грозданов пишет о том, что, по его мнению, причиной возвращения Пугачёва без Галкина, в принципе, я с ним согласен, является как раз политика. Вот что он пишет. Конечно же, главной причиной, по которой Алла Борисовна приехала без Галкина, является, несомненно, политика. То, что он нёс в последние месяцы в адрес России россиян, это просто уму непостижимо. Я поражался его наглости. Умнее, с его стороны, было бы просто промолчать. Ну, хотя бы потому, что у него здесь жена, дети, дом. После всех его слов отношение к нему в России негативное. Он наверняка думает, что время пройдёт, всё успокоится, забудется. Уверяю вас, ничего не забудется. Друзья, естественно, я думаю, что это политика. И, конечно, у него концерты и так далее. Но он мог бы на них, собственно говоря, летать и из Москвы. Поэтому я здесь в этом отношении, ещё раз скажу, с ним согласен. Считаю, что Пугачёва вернулась одна именно потому, что она не хочет подвергать опасности пока в данный момент. А дальше, а дальше, собственно говоря, ещё раз я вчера уже снимал видео, сказал, что повестка очень сильно изменилась в телеграм-каналах везде. Вы знаете, это очень просто делается. Посмотрите по Юру Штунову. Алена, блин, взяла, выпустила. Я не утверждаю, что это заказное. Мне так кажется, что Кузнецов там чуть не педофил, главный автор, автор главных хитов «Ласкового мая». Там такая чернуха. И вдруг поворачивается так всё, что Алла Борисовна лечилась. Об этом говорят Бедрос Киркоров, там ещё кто-то, ещё кто-то. Болезнь там очень серьёзная. В Латвии ей стало плохо, поэтому она вернулась в состоянии, сильно ухудшилась. Народ скажет, боже ты мой, ну естественно, ну человеку плохо по здоровью. Понимаете, то есть, а дальше потихоньку подтянут своих. И надо спасать шоу-бизнес, который структурно развалился. Потому что кормушка-то, она же не должна пропасть. Интересно ваше мнение, что думаете на всё ещё. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании видео для поддержки проекта Будда Гришна. Кому нравится смотреть мои ролики, можете поддержать. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна. Новости здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись. Телеграм-канал Будда Гришна. Новости там политика и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.